Прежде всего, я хочу вам сказать, друзьям, на каждого из нас Бог ставит ставку, на каждого из нас Бог смотрит с верой, на каждого из нас Бог смотрит и видит победителя, человека, через которого он реализует свой извечный план. Извечный план нашего Бога – это вечное спасение, это прощение грехов и дар вечной жизни. И мы должны понять сегодня, друзья, что Евангелие, оно очень и очень дорого. И если человек перестал проповедовать Евангелие, или если человек перестал нести эту благую весть о Божьей любви, то вы должны знать, что этот человек, он уже удовлетворяет дьявола. Потому что сатана, когда смотрит на верующего, у него только одна цель – чтобы этот верующий был мертвым верующим, чтобы он был теплым верующим, чтобы этот верующий, он ни в коем случае не распространял Евангелие. Потому что когда ты говоришь слово, в этот момент Дух Святой движется. Когда ты молчишь, Дух Святой не движется. Кто-то услышал меня или нет? Бог так постановил, что когда я рожден свыше и говорю о Боге, то Дух Святой движется через меня. И когда я говорю, сам Бог подтверждает мои слова чудесами и знамениями. Поэтому, когда я проповедую, я всегда буду видеть, что люди, которым я проповедую и которые принимают слово, в их жизни есть перемены. Кто из вас это видел? Что ты проповедовал, в жизни людей были перемены. Поднимите руку, я хочу увидеть вас. Мы все это проходим. Почему произошли перемены в их жизни, чудеса в их жизни? Почему Бог их сделал? Потому что ты проповедовал. Потому что ты не молчал. Потому что ты делал его дело. Поэтому Бог двигался. Сегодня я хочу вам сказать, что есть что-то самое важное, что должно быть в нашей церкви, должно быть вообще в каждой церкви. Это принцип самый важный. Друзья, нет ничего важнее того, что я сейчас скажу. Друзья, нам нужно дружить с людьми. Нам нужно дружить с людьми. Когда люди просто дали брошюрку и пошли дальше, это ничего не дает. Но когда мы предоставляем себя как... Знаете, я должен стать другом для людей. И когда я становлюсь другом для людей, то Бог, Он может что-то совершать. Евангелие, запомните, Евангелие передается через дружбу, через взаимоотношения. И когда ты принимаешь решение дружить, к примеру, лидер домашней группы, он может дружить со своими людьми. Он может проводить с ними время. Он может открыть им свое сердце. И тогда домашняя группа, она будет самой счастливой. Люди через это познают Бога. Так или нет? Когда ты общаешься с кем-то, люди нуждаются в дружбе. Бич нашего века – это одиночество. Люди звонят, бывает. Друзья, сколько сегодня линий доверия и всего прочего. Люди звонят и просто рассказывают о том, что происходит в их жизни. О своей боли, о своих страданиях. Они рассказывают о своих переживаниях. И поймите простую вещь. Они рассказывают это вообще посторонним людям. Потому что у них нет друзей, потому что некому позвонить, некому открыть сердце, некому так взять и сказать. Нет такого человека. Поэтому люди просто видят телефон на бигборде, набирают и говорят, послушай, я грешник, я такое натворил, я такое сделал, в моей жизни столько боли. От меня ушла жена, у меня проблема с детьми, у меня болезнь, я никому не нужен и так далее и тому подобное. Они рассказывают это человеку, которого они даже не видят. Но почему такое происходит? Ну потому что друзья, послушайте, нет сегодня, нет сегодня друзей, сегодня мало, дефицит общения. Дефицит общения. Сегодня люди, они настолько отошли от этого. Многие из вас, вы не имеете друзей. И я вам скажу сегодня, я говорю вам выход. Для того, чтобы иметь друзей, нужно самому принять решение и стать другом. Нужно сегодня принять это решение, дружить с людьми. И когда ты сам будешь дружить с людьми, ты увидишь, как у тебя появятся друзья. Потому что ты принял решение дружить. Ты принял решение что-то делать в этом направлении. И вы знаете, так делал Иисус. Посмотрите, так делал апостол Павел. Я вам читаю Луки. Это будет 7 глава, 34 стих. И здесь говорится, пришел сын человеческий, ест и пьет. И говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. То есть Иисус, он приводил эту притчу и говорит о себе. То есть то, о чем говорили за Иисуса в народе в то время, его называли по-разному. Но одно из его имен было, это друг мытарям и грешникам. И Иисус шел к этим людям. Никто не хотел с ними дружить, но он приходил и он дружил с ними. И вы знаете, когда он дружил с ними, то эти грешники, они становились праведниками. Они становились святыми. Кто-то оминь скажет здесь? И мы знаем, что многие из них, они становились, эти женщины, которые были грешницы, они становились евангелистками. А эти мужчины, которые были грешниками, они становились апостолами. И я хочу тебе сказать, что Иисус, Он не просто проповедовал. Друзья, Иисус, Он дружил с людьми. Если ты сегодня хочешь видеть благодать на своей жизни, я хочу тебе сказать, прими решение быть другом. Если мы похожи на Иисуса, если мы стремимся быть похожими на Иисуса, то мы в первую очередь должны принять решение подражать Ему в том, чтобы дружить с людьми. Сколько сегодня этого одиночества, сколько вокруг страданий именно по этой причине. Потому что просто не с кем поговорить. Люди сегодня пытаются это одиночество заменить чем-то. И заменяя это одиночество, знаете, какими-то странными, знаете, тусовками, молодежь идет в ночные клубы, начинает там жрать разные, извиняюсь, эти наркотики и нюхать и все остальное. И в конце концов ты видишь, что человек, он попадает, вообще попадает в плен сатаны. И для того, чтобы этого не было, мы как церковь, мы должны стать людьми, которые дружат. Хотя я скажу вам, друзья, мы все здесь нуждаемся сами в том, чтобы с нами дружили, правда? Многие здесь сидящие, они бы сказали, может большинство, я хочу, чтобы в моей жизни были друзья. Я хочу, чтобы в моей жизни были настоящие друзья. Кто-то сидит, у него даже нет ни одного друга, ни одной подруги, вообще ничего. Ты сидишь и думаешь, почему так вышло в моей жизни? Нет, нет такого. Но это можно изменить. Это можно изменить сто процентов. И я верю, что мы это изменим. Кто-то аминь скажет на это? Вы знаете, что когда мы говорим о дружбе, это на самом деле очень важная тема. И я вам скажу почему. Посмотрите, Авраам назван другом Бога. Когда мы смотрим на Иисуса, мы видим, что Иисус был другом для людей. И когда мы уже смотрим в это время, то мы видим, прошу вашего внимания, мы видим, что Святой Дух, Бог, который сейчас на земле, Он хочет именно дружбы от людей. Он хочет личных, индивидуальных отношений. Дух Святой почему-то так получается, что через личный, очень близкий контакт, который является, можно сказать, таким интимным, личным, закрытым пространством. Но через это и только через это Он протекает через твое сердце и выходит в твои обстоятельства. И люди многие, заметьте, они бы хотели, чтобы Дух Святой проявлялся в их служении. Они бы хотели, чтобы Дух Святой творил чудеса. Они бы хотели видеть, как Дух Святой приходит на служение. Но если человек не имеет личных отношений со Святым Духом, то, как правило, все остальное не может существовать. То есть для Духа Святого самое главное, чтобы человек умел с Ним дружить. Самое важное, чтобы у тебя были дружеские отношения со Святым Духом. Чтобы ты мог каждый день с Ним поговорить. Чтобы ты мог с Ним поделиться. Друзья, если для Бога это так важно, чтобы мы с Ним дружили. Если для Бога так ценно, чтобы мы с Ним имели контакт. То я думаю, сегодня, в этот день, на этой проповеди, мы должны все-таки понять, что тема дружбы, она является актуальной в глазах Бога. Именно поэтому Иисус, Он был другом. И когда Иисус дружил с людьми, заметьте, что настолько это было развито в жизни Иисуса, что множество людей, они шли за Ним по одной причине, потому что Он с ними дружил. Я не буду зачитывать вам, но я вам расскажу историю. Писание говорит, что однажды умер Лазарь. И Писание говорит, что когда пришли к Иисусу, то они сказали, Лазарь, как его назвали? Кто помнит, громко скажите. Люди знали, что Лазарь, друг Иисуса. И они говорят, Лазарь, друг твой. Он говорит, все, он заболел, он умер. И Иисус приходит к этому гробу. Собрались люди. И все-все вокруг знали одну вещь того времени, на которую сегодня мы не обращаем внимания. Все люди знали тогда, что Лазарь, Марфа и Мария, это были друзья Иисуса. И Он к ним, Писание говорит, постоянно приходил. И там даже не говорится, что Он им проповедовал. Там даже не говорится о том, что Он там делал. Но говорится о том, что Он постоянно к ним приходил. И что Он был их другом. Вы знаете, это так важно понимать, что Иисус на земле. И Он был другом. И Он нуждался в друзьях. И у Него были друзья. И настолько удивительно то, что наш Господь, Он дружил с Лазарем. Он дружил с Марией. Он дружил с Марфой. И сегодня мы переживаем величайшее благословение христианства. Потому что когда Иисус ушел, то и Мария, и Марфа, и, знаете, предания говорят о том, что они по миру шли и проповедовали. И они евангелизировали. И я хочу тебе сказать сегодня, что мы с тобой, мы должны понимать, первое, мы должны не просто проповедовать, мы должны дружить с людьми. Мы должны дружить на своих домашних группах. Мы должны дружить, когда мы вообще приходим к кому-то в гости. Мы должны научиться быть друзьями, а не проповедниками, прежде всего. Второе. В нашей жизни друзья сыграют огромную роль. И если у человека есть хорошие друзья, жизнь этого человека будет благословенной. Люди бывают в семье, муж и жена, но они не друзья. Это большая трагедия. Когда у человека нет друзей, он одинок. Смотрите, апостол Павел, 5 глава Фессалоникийца, 4 стих, 14 стих. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. То есть будьте долготерпеливы ко всем. Апостол Павел, он говорит о том, как нужно дружить. И он говорит, утешайте малодушных, помогайте людям. И в этом выражается ваша дружба. Если сегодня мы это делаем, мы увидим великий плод. 11 глава, 2 Коринфяна. Посмотрите, что здесь говорится, 29 стих. Павел говорит, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? То есть апостол Павел говорит о том, что когда он сталкивался с людьми, он всегда переживал их боль. Он всегда понимал их состояние. Понимаете, христианин, который открывает свое сердце, и он понимает состояние тех людей, с которыми он общается. Он становится каналом Духа Святого, который есть утешитель. Именно из-за этого у апостола Павла, друзья, у него был огромный плод. Бог посещал его. Бог давал ему откровения. Бог являл свою славу на жизнь апостола Павла. Вы знаете, его убили однажды. Побили камнями до смерти и выкинули за город. И когда он лежал, и просто подошли ученики к трупу, он открыл глаза, встал и пошел проповедовать дальше. Это великая Божья благодать. Но я знаю почему. Потому что апостол Павел, друзья, он очень сильно, он очень глубоко переживал за людей. Понимаете, многие люди, они пытаются строить служение. Я сейчас говорю к лидерам, к пасторам. И они берут какие-то технологии. Они берут, к примеру, какие-то модели служения. Но на самом деле, предтеча силы Святого Духа и работы Бога в твоей жизни, является твое сострадающее сердце. Иисус не был никогда машиной, которая просто идет. И он увидел, как вдова хоронит своего сына. И написано, он посмотрел на это. И он сжалился. Он сжалился. И потом сила проявилась. И этот мальчик, который лежал в гробу, он встал живой. Понимаете, он сжалился, я вам говорю. И тогда сила Божья проявилась. Когда он подошел к гробу Лазаря, написано, Иисус заплакал. То есть, это не был просто, знаете, механика, какая-то модель. У него есть сила и так далее. Он был человеком так же на 100%, как и на 100% Богом. И он стоял, и он заплакал. Он плакал при всех. Так было больно. И тогда сила Божья вошла в эту гробницу. И Лазарь был воскрешен. Когда у тебя есть то, что было у Павла, который говорит, с кем бы я не изнемогал, за кого бы не воспламенялся. Он говорит такие слова, понимаете, которые цепляют за сердце. Он говорит, что когда у человека проблема, когда у человека трудность. Он говорит, меня это цепляет. Павел был другом для людей. Если бы ты встретил сегодня апостола Павла и общался с ним, ты бы просто понял, что он настоящий друг. Что ты можешь ему говорить, ты можешь ему доверять. Он поймет тебя. И ты знал бы 100%, что этому человеку можно доверять. Потому что ты бы видел, что он переживает. Ты бы видел, что он переживает. И понимаете, вот запомните, всегда предтеча Божьей силы, предтеча роста, предтеча благословений в твоей личной жизни. Всегда будет твое сострадающее сердце к людям, когда ты не безразличен. Понимаете, все люди сегодня, они закрываются. Они закрываются и у них стоят вот такие невидимые стеклянные стены. И он живет в своих проблемах, он живет в своих нуждах, он живет в каких-то трудностях. Но он не разделяет боли других, нет объективного взгляда. Вчера буквально разговаривали с одним братом, очень хороший благословенный брат, мы друзья. И знаете, просто рассуждали. Я говорю, понимаешь, когда мы оказываемся в каких-то проблемах, нам кажется, что нам плохо. Нам кажется, что я так тяжело, мне так жить. У меня там или денег не хватает, или какие-то трудности в отношениях. Но ты никогда не сможешь пройти это достойно. Ты никогда не сможешь это победить, если ты видишь только свою жизнь. Если же ты видишь объективно, что сегодня где-то убили сына, возможно, в Одессе, и мама стоит в плаче, а то есть сердце разорвано. Когда ты не видишь, как люди сегодня лежат в больницах, у которых вырезали все. Кишечник, пищевод, все повырезали. И эти люди, это серьезные люди, это военные, но у них ничего нет внутри. Они инвалиды на всю свою жизнь. И когда ты смотришь объективно и видишь, сколько боли, слез, трагедий в жизни людей, тогда твои проблемы, они исчезают. Кто-то меня слышит? Тогда ты понимаешь, что у тебя нет проблем. Тогда ты понимаешь, что все-таки ты стоишь, ходишь своими ногами. Послушай, у тебя все-таки есть глаза, ты видишь. У тебя все есть на самом деле. И то, что дьявол делает, послушай, дьявол всегда закрывает тебя в твоих обстоятельствах. Дьявол всегда закрывает тебя в твоих чувствах. Чтобы ты видел только себя, чтобы груз твоих проблем раздуть до такой степени, чтобы тебе казалось, что ты уже не можешь вынести этого, что так трудно жить, что все как-то сложно и тяжело. Кто-то из вас переживал это? Скажите откровенно. И вот понимаете, из-за этого люди переживают вот это отторжение друг от друга. Потому что на самом деле нет ни таких серьезных проблем. На самом деле все хорошо. Просто для того, чтобы увидеть, как оно на самом деле, нужно разбить стены вокруг себя. Нужно разрушить эти стены. И тогда, когда ты их разрушишь, ты поймешь, что дьявол тебя обманывал, что у тебя все не так плохо. Скажи вместе со мной сейчас, у меня все не так плохо? У меня все хорошо. Я благословенный человек. Аминь. Знаете, трудности это совсем другое. И нужно всегда понимать, что в этот момент кому-то в самом деле трудно, кому-то в самом деле тяжело. И апостол Павел, представьте, он служил день и ночь. Его побивали камнями. Его избивали палками. Он толком своего дома не имел. Он его не видел там в Тарсе. Его был дом, но он там его не видел. Он все время ходил. Он все время путешествовал. Все время трудности. Трудности, трудности. Давайте я вам зачитаю. Посмотрите его жизнь. Посмотрите его жизнь. 23 стих этой же главы. Христовы служители. В безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах. Безмерно в ранах. Более в темницах. И многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночью день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках. В опасностях от разбойников. В опасностях от единоплеменников. В опасностях от язычников. В опасностях в городе. В опасностях в пустыне. В опасностях на море. В опасностях между лжебратьями. В труде и в изнурении. Часто в бдении. В голоде и жажде. Часто в посте. На стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей Забота о всех церквях Это жизнь апостола Павла И казалось бы, знаете, люди, которые так живут Они бы должны сказать, пожалейте меня все Вы все мне должны, придите и пожалейте меня Но Павел, он был свободен от этого И он дальше говорит в следующем стихе Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал Он говорит в следующем стихе это То есть вот этот эгоизм, вот эта зацикленность на себе Она лишает нас дружбы, она лишает нас отношений Но когда ты начинаешь разрушать это И ты говоришь, нет, мне никто ничего не должен Скажи на это аминь Скажи, мне никто ничего не должен Скажите там, мне никто ничего не должен Люди страдают от этого Потому что когда человек в доме, он жене говорит, ты должна А жена мужу говорит, ты должен Вынеси ведро мусора, нет, ты должна, нет, ты должен А ты должен деньги заработать, а ты должна и понеслась Еду наварить И когда Павел, он умел дружить Посмотрите, Бог через него совершал величайшую, величайшую работу Поэтому сегодня, друзья, когда мы говорим именно об этом Я хочу вам сказать, что сегодня люди, они ждут Они ждут тех, кто придет к ним и будет с ними дружить Кто придет к ним и будет разделять их проблемы Друзья, они всегда разделят Когда человек дружит, он разделяет эти проблемы И знаете, насколько это важно, насколько это дорого Я так благодарен людям, которые дружили со мной Когда я только приходил к Богу И они дружили со мной Они стучались в мои двери Они разделяли мои проблемы Они меня понимали И это так мощно помогло мне Бог через это действовал Я в пятницу рассказывал, как один парень, он мне проповедовал Я вам скажу, все, кто проповедует Все всегда будут благословены Вот он мне проповедовал И когда он приходил проповедовать Там у нас такая дверь была И в ней стеклянные такие вставки И он тут приходит, каждый вечер ко мне сядет В моей комнате и говорит Говорит, я был в церкви Я говорю, я понимаю, но я еще не готов, говорю, в церковь идти Я дома буду читать Библию Поэтому ты мне про церковь не рассказывай А он говорит, как там хорошо И знаете, я говорю, все, тебе пора Он, не, 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 не Вот там, понимаешь, Бог приходит На следующий вечер опять он приходит Я был в саду Я говорю, в каком саду? В присутствии Божьем я был, как в саду И вот так вот он издевался Я говорю, ты понимаешь, ты, говорю, уходишь У меня потом совесть просыпается Я, говорю, мучаюсь Ну и так далее Начинаю говорить, не ходи ко мне Не ходи ко мне Это было каждый день Вот представьте, каждый день Он обязательно заходит, скажет несколько слов Поговорит со мной Я потом мучаюсь в душе своей А я помню Так мне было трудно после всего этого И в один вечер он так подходит к дверям А я же в окно его увидел И я дверь раз говорю Не заходи, не заходи сюда Я, ну, это уже был кризис серьезный Не заходи сюда, не говори мне ничего А он, ну, дверь все равно тянет И он так дверь все равно открывает Так, притчи 21-16 Я говорю, я не буду читать Говорю, я не буду читать Я сам себе говорю И хожу по комнате Вот так два часа Я сказал сам себе Я не буду читать Притчи 21-16 Через два часа Открываю Библию Потому что уже не могу понять Что ж там такое И читаю Там написано Сбившийся с пути разума Во дворица в собрании мертвецов О, Боже И он мне проповедовал Друзья И чудеса и знамения Творились Когда он мне проповедовал Реально Чудеса и знамения Творились В моей жизни Когда он проповедовал мне Вы знаете Как я попал Первый раз Уже в церковь Что я понял Что буду ходить всегда Это было очень интересно Могу вам рассказать Ой Он взял Этот парень У меня куртку А эту куртку Я взял У другого человека И он говорит Я говорит Одену твою курточку И пойду В церковь Ты же не идешь Я говорю Не, не, не А уже созрел Ну, нет Говорю, не пойду И вот он Пошел на собрание Это было вечернее собрание В баптистской церкви Тут приходит Тот Который курточку Мне дал И он Получается Мне ее как бы продал И он ищет курточку У нас такая целая дилемма С этой курточкой И он говорит Где курточка И у нас целый конфликт И дошел конфликт до того Что пришлось мне ехать в церковь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И когда я приехал в церковь Я помню, я стал на пороге И сказал Господь, все, я сдаюсь Я буду ходить Потому что я понял Что в следующий раз Он все равно что-то сделает Чтобы я попал на собрание Я вам скажу Когда мы проповедуем Когда мы дружим с людьми Дух Святой Трудится в их жизни Теперь послушайте Мы говорим сейчас о дружбе Которое должно быть У нас по отношению к людям Которым мы проповедуем С которыми мы сталкиваемся И вы знаете Вот я вижу Что всегда Когда ты открыт Общаться с людьми Дружить с людьми Понимать людей То Бог Он будет посылать тебе людей И он будет давать тебе людей Я буквально вчера Пошел в спортзал Выхожу из спортзала И сидит девушка какая-то И так смотрит на меня О пастор У нее слезы на глазах Я говорю Что такое Она говорит Я ходила на собрание Целый год И говорит И родители там посмотрели Передачу какую-то Вот из этой серии И говорит Они запретили мне ходить И я не могу теперь Ходить на собрание Я так расстроена Я перестала молиться Мне так тяжело сейчас Я так люблю церковь Я так хочу Услышать проповеди И мы начали с ней разговаривать И она сидит Плачет такая И мы разговариваем Я просто понимаю Что Бог сейчас Сделал эту встречу Потому что ей Нужно было И для меня Это такая честь Знаете Посидеть с ней Поговорить Мы поговорили Я сказал ей Что все будет у нее хорошо И так далее И Но знаете Удивительно то Что когда ты Открыт для проповеди Бог обязательно Тебе пошлет Человека Которому Ну он хочет Что-то сказать Если ты открыт Если ты закрыт Если ты это не любишь Если ты вот отделился От Бога И у тебя своя жизнь Знаешь Ты уже Не живешь Евангелием То Бог Он через тебя Не будет действовать Но если ты любишь это Бог обязательно Тебя использует Я в пятницу рассказывал Как я ночью ехал на машине Расскажу вам Многие не слышали Еду на машине Среди ночи По Днепропетровску Час ночи Идет там мужчина Какой-то По дороге Я Думаю Остановлюсь Хотя Ну по идее Я не должен был Остановиться Ну думаю Остановлюсь Потому что Я смотрю Ему далеко идти Остановился Почувствовал Так что надо Посадил его Мы едем в машине Он говорит А как твоя фамилия Я говорю Мунтян А он Да я же диски твои смотрю Говорит Говорит Ты откуда вообще Ну идешь Он Говорит Да я вот иду Вообще только Говорит С тюрьмы освободился Говорит Ты много Сидел в тюрьме Он говорит 21 год Говорит И вот это Говорит Только освободился И говорит Я не могу поверить Говорит Мы смотрим там Твои диски Говорит Нам приносит А мы смотрим их И говорит Я не могу поверить Он сидел полчаса Махал руками Вот так вот И посмотрит на меня, говорит, ну скажи, что ты не настоящий, такого не может быть. Потом сидит, глаза закроет, говорит, сейчас открою глаза, тебя нет. Если, говорит, кому-то скажу, что я шел в час ночи, говорит, оставился мунтян на Порше, говорит, посадил меня в машину и отвез домой, говорит, никто мне не поверит, говорит. Я ему проповедовал, я ему говорю, послушай, Бог хочет, чтобы ты остановился, потому что 21, еще 10, говорю, и все. И ты умрешь просто. И он говорит, я сам понимаю, что Бог уже конкретно сейчас говорит в мою жизнь. Говорит, я это четко понимаю, говорит, что уже пришло время, что если уже так Бог ко мне говорит, то это уже, ну серьезно. И я хочу тебе сказать, когда ты хочешь проповедовать, то Бог посылает тебе людей, с которыми ты можешь завязать отношения, с которыми ты найдешь эти дружеские отношения, и которые через тебя будут спасены для вечной жизни. И Бог это сделает. Но сейчас я хочу еще сказать тебе, что есть друзья, с которыми ты дружишь. Ты дружишь с ними в церкви. Ты может просто дружишь с ними так, как ты уже в Доме Божьем. И нужно знать, что выбор друзей, это очень важно. Выбирать друзей нужно тех, которые содействуют твоему росту и благословению. Кто-то меня услышал? Друзья могут сделать так, что, друг может сделать так, что ты будешь или расти сильно, или наоборот, он опустит тебя вниз. Есть поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. И апостол Павел, он об этом говорит в 3 главе 2 Тимофея. Слушайте внимательно. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие, внимание, вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть имеющие вид верующих, но силы верующих отрекшиеся. И вот понимаете, когда мы дружим с кем-то, вот нужно избирать друзей. Я вам скажу, я много лет молился так, и у меня в молитве всегда есть момент, где я молюсь за друзей. Ты всегда должен знать, что друзей должен дать тебе Бог. Друга, если ты хочешь, вот ты сестра, и тебе хочется, чтобы у тебя была настоящая подруга в жизни, нужно, чтобы она была от Бога. Кто-то аминь скажет? Если ты мужчина, тебе нужен друг, и ты хочешь дружить с кем-то, это необходимость, Бог так сотворил человека, Бог сам хочет дружить, Иисус хотел дружить, у Бога Отца был друг Авраам, у Иисуса у Него были друзья, это Матфей, это Иоанн, это все остальные. И он в 15 главе Иоанна говорит, вы друзья мои всем апостолам. У Духа Святого сегодня есть друзья, то у тебя ты сотворен по образу и подобию Божьему, тоже должны быть друзья. Ты должен тоже понимать, что это твоя необходимость, но друзья должны быть от Бога, потому что если друг не от Бога, через него дьявол может разрушить твою жизнь, разрушить вообще твои отношения с Богом. И смотрите, Павел, он говорит, что нужно делать с людьми, которые не соответствуют тебе. В дружбе должно быть соответствие. Скажи со мной громко, соответствие. Скажи еще раз, соответствие. То есть в дружбе есть соответствие. Это общие интересы, это правильное понимание. Если ты видишь человека, который, к примеру, ты жертвенный человек, а этот человек, он жадный, у вас несоответствие, вы не сможете дружить. Если ты видишь, что ты любишь Бога, а этот человек не любит Бога, ты любишь церковь и домашнюю группу, этот человек не любит. У вас несоответствие, и это проблема. Когда ты видишь людей, которые лгут, которые неискренни, которые воры, которые нечисты в деньгах. Запомни, я говорю кратко, но хочу, чтобы ты понял это. Рви отношения сразу. Не допустив свою жизнь негативного влияния. Не допустив свою жизнь. Вы знаете, рядом со мной, бывает, оказываются люди. Я всегда прикладываю все усилия, чтобы человека изменить. Я никогда сразу не рву. Но я прикладываю усилия. Я говорю, дорогой, да ты пойми, нужно Бога любить, нужно Богу слушать. Мы временно на земле. Мы не знаем, сколько нам Бог отвел на этой земле. Нам нужно сделать дело. Нам нужно любить людей. И я смотрю на человека. И бывает, я сталкиваюсь, смотрю, человек врет. Я ему говорю, пожалуйста, не ври. Не нужно врать. Потому что дьявол отец вранья. Дьявол отец лжи. Не ври никогда. Потому что это бесы. Но человек не слышит. Когда человек не чист в деньгах, я говорю, послушай. Умри для денег. Умри для денег. Для богатства. Для всего. Умри. Для чего ты умрешь? Что тебе Бог и даст? Ну умри для этого. Похорони эту идею обогащения. Похорони. Но человек бывает не слушает. И когда я вижу, что человек не слушает. И я влияю на него. И он все равно не поддается. То есть он под контролем бесов и демонов. И это его выбор. Это не жертва. Это его выбор. Я говорю, до свидания. Я разрываю отношения и все. И я вам скажу, когда я дружу с людьми, я избираю людей. Потому что это мой выбор. Поэтому на меня, чтобы влияли, я выбираю самых лучших людей. Самых чистых, благословенных, порядочных, помазанных верующих. И я советую тебе, когда ты это делаешь, ты увидишь, как твоя жизнь, она будет наполнена хорошими людьми. Кто из вас хочет именно этого? Благословенными людьми. И в самом деле, когда ты видишь человека, который не меняется, дай ему время. Поговори с ним. Проведи с ним работу. Поговори с ним открыто. Я разговариваю с людьми открыто. Я прямо говорю. Если я заметил что-то, я говорю, послушай, я думаю, что ты не чистый в деньгах. Я думаю, что ты жадный. Или вообще ты вор. Есть люди такие. Пошел, сдачу себе в карман положил. И ничего не сказал. Спросят, отдам. Не спросят, не отдам. Ворюга. Бандит. В ад пойдет. Если не будет смелого человека, который скажет ему, где ты делал сдачу? Зачем ты это сделал? И когда люди не меняются, нужно рвать отношения. Апостол Павел говорит, смотрите. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И конец этого стиха два слова, которые должны быть для нас очень важными. Таковых удаляйся. Таковых, что удаляйся. И я вам скажу, когда я даже общаюсь, вот я оказался в общении. И знаете, там какие-то епископы, мы с пастором Валиком сели, а они врут. Ну несколько человек, там они обманывают. Ему говорят, послушайте, дорогие, ну как-то так не к лицу, это неправильно. А оно не работает. То есть человек говорит, ты меня учить будешь? Я говорю, я учить тебя не буду. До свидания. Я взял и ушел. Потому что я не хочу быть частью какого-то лицемерия, игры, политики. Говорю, у меня на это нет энергии. Мне нужно больных исцелять, бесов изгонять. Иван или проповедовать. Амэн. Мне нужно общаться со своими людьми. Мне нужно наслаждаться жизнью со своей церковью. А на вот эти игры, политику, кто кого знает. Говорят, мне самое главное, чтобы меня Дух Святой знал. Все. Если Дух Святой меня знает, все остальное значение не имеет. Все вот это человеческое, это все труха. Это все не нужно никому. И у меня были ситуации. И бывает, ты дружишь вот так с человеком. Я дружил с человеком с одним. И он был служитель. Я дружил с ним. А потом я смотрю, он обманывает меня. Смотрю, он говорит, там одно, мне другое. Потом смотрю, оказывается, он даже плохо обо мне говорит где-то. А я с ним встречаюсь, говорю, а почему ты обо мне так говоришь? Не, ну ты понимаешь, как бы там все так говорили, я не мог против сказать. Ну скажите, вы понимаете, что многие люди вот в таких ситуациях, из-за своей слабохарактерности, они продолжают дружить. И из-за этого в конце концов остаются одинокими. А я сказал, если уже вопрос так стоит, до свидания. Я хочу всегда дружить с людьми, которые настоящие друзья. Ты хочешь настоящего друга? Правда тебе не хочется какого-то лицемера и обманщика, который будет тебя использовать. И я хочу вам сказать, друзья, в заключении, что нет ничего важнее сегодня взаимоотношений. Взаимоотношения – это основа. Посмотрите сегодня на нашу команду. Мы в команде, вот я пастор, и у меня есть команда людей. Послушайте, мы, друзья, мы не просто служим. Мы друзья. Даже когда мы где-то отдыхаем, где-то мы выезжаем, я их даже прошу, бывает, и уговариваю. Говорю, пожалуйста, не называйте меня пастор. Ну не называйте, называйте меня по имени. И вот добиваюсь этого долгое время, не могу добиться. Но почему? Потому что мы друзья прежде всего. Я не могу, когда меня называют даже на «вы». Мне непонятно это бывает. Потому что я считаю, что пастор – это слуга, это не царь. И мне нравится, когда со мной разговаривают. И я всегда хочу быть со всеми на рамках. Но послушайте меня. Я знаю, что взаимоотношения – это основа всего. Почему у нас такая церковь? Почему у нас такое благословенное движение? Потому что у нас есть взаимоотношения в команде. Это самое главное, это основа. Потому что мы дружим, мы любим друг друга, мы прощаем друг друга. Кто-то проходит кризис, но мы знаем, что мы команда, мы друзья. Очень важно, чтобы ты себя чувствовал частью церкви, частью команды, частью вообще большой семьи. И когда у тебя открытое сердце, Бог начнет притягивать твою жизнь в хороших благословенных людей. Когда ты начнешь служить людям, когда ты сам станешь ответом. Как Писание говорит, хочешь иметь друзей, будь сам что? Дружелюбным. И когда ты начинаешь, как Иисус служить, сострадать людям. Как апостол Павел. Когда человек изнемогает, ты говоришь, я тоже изнемогаю, я не могу внутри пережить его боль. Мне тяжело. И когда все это начинает происходить в твоей жизни, сам Господь посылает твою жизнь самых лучших. Самых лучших. Скажите, вот вы хотите самых лучших, чтобы Бог прислал вашу жизнь? Так хотите или нет? А вы? А там хотите или нет? Потому что это самый большой дар, когда у тебя есть друзья. Люди говорят, как снять стресс, как разговаривать, ну что делать, вообще куда бежать. Запомни, люди отдыхают, когда они с кем-то откровенно говорят. Кто-то меня услышал? Вот когда ты оказываешься вот с другом или с друзьями, с которыми ты можешь вот так открыть душу и быть самим собой, в этот момент уходят все стрессы. Кто переживал из вас? И ты разговариваешь, и ты такой счастливый. Вот вы встретились, и это просто праздник. Вот я желаю каждому из вас, каждому сидящему, каждому, кто смотрит нас по телевидению, я желаю вам, чтобы в вашу жизнь Господь привел таких людей, с которыми вы будете ощущать себя счастливыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова